Добрый день! И мы с вами находимся посредине праздника Песах. И есть два важных аспекта, на которые я хотел бы обратить внимание особенно. Я о них говорил в прошлых годах, рекомендуем посмотреть мои видео за прошлые и позапрошлые годы. Но здесь я хотел остановиться конкретно на них. Так вот, главный аспект выхода из Египта был то, что мы родились как народ, выходя из Египта. Это известный факт, но мы родились не просто как народ, мы стали народом, выполняя волю Бога. Мы 10-го Ниссана, как повелел Бог, мы взяли огненка, привязали его к кровати, как сказал Бог, зарезали его, как сказал Бог, ближе к вечеру. Сделали обрезание, бритмила, принесли в жертвоприношение огненка и ели его в ночь 14 на 15. Это у нас был Лайла Седер в начале праздника. То есть мы начали с самого начала выполнять волю Бога, и те, кто это сделал, те, кто переломил в себе этот внутренний страх перед египтянами, которые обратят внимание, что мы идем зарезать их священное животное огненка. Мы не побоялись это сделать, и мы не побоялись жарить, а не варить, как повелел нам Бог, чтобы было видно, что у нас вот лежит огненок, его части, а не какие-то там сковородцы в их кастрюле. То те, кто не побоялся это сделать, те, кто поборол страх и решил выполнять волю Бога, а не бояться египтян, те впоследствии через 10 казней вышли из Египта. И мы, потомки тех людей, мы потомки тех, кто не побоялся. Это было 1,5 от всех евреев. Так вот, мы стали народом, соблюдая волю Бога, в отличие от всех других народов, которые по-разному сформировались, в которых была первична их территория, какая-то одни культурные особенности, в результате которых они стали общностью. А потом они могли выбрать, кто мусульманство, хрукс-христианство. Например, француз может стать мусульманином или христианином. Это его выбор, но французский народ, он сформировался по другим признакам. Евреи же именно сформировались, стали народом, выполняя волю Бога. И сохраниться как народ, и каждый из нас передать дальше, сохранив свою линию еврейства, может только выполняя волю Бога. Известно, что если в четвертом поколении евреи не выполняют волю Бога, ну, евреи в четвертом поколении уходят и перестают быть евреями. И тогда можно сказать, ну, а в чем ценность? Ты перестал быть французом или перестал... И об этом я скажу чуть позже. В этом и есть одна из главных аспектов выхода из Египта. Так вот, второй аспект, это то, что мы благодаря этих десяти казням сначала, а потом переходу Мертвого моря, а потом получению Торы, мы приобрели полноценное знание о Боге, о том, как Он творил эти миры и создавал наш мир, как Он управляет им, законы управления Его. Мы все узнали на выходе из Египта в время десяти казней и переходе Красного моря, а потом еще увидели сами его очи, это на горе Синай, когда наши души отлетали, поднялись. Но это другая история, мы говорим сейчас о выходе из Египта. Так вот, десять казней, известно, мудрецы проводят точную параллель, показывают, но не этот формат, по которому мы можем это сделать, как каждая из десяти казней соответствует первым десяти речениям и десяти заповедям, которые потом даны на горе Синай. И первые три, если объединить их в три, три, четыре, как объединяют мудрецы, то мы видим, что первые три говорили о том, что Бог есть Шем, главное имя Бога. И фараон знал, кто такой Элоким, всесильный. То, что ему было понятно, есть силы того, есть силы того, есть силы солнца, силы земли, силы воды. Еще способен это было понять, но понять главное имя Бога Шем и в его проявлении он не был способен. Так вот, первые три казни показали, что именно существует Бог, который над всеми, всеми, всеми. И вторые десять казней показывали, что этот Бог, который над всеми, всеми, он заморачивается тем, что происходит на земле, он среди нас. А третья группа казни показывает, что он всесильный, он может все, потому что только он способен был знать, кто первенец, а кто нет. Вот это было то, что мы узнали, как был создан этот мир и как он им управляет. А при переходе Красного моря мы увидели, каждая служанка видела то, что видел пророки Хескель. Пророк Хескель видел колесницу Всевышнего, которая иллюстрирует структуру управления, когда есть четыре ангела с четырьмя лицами, четыре колеса, и каждый соответствует какой-то каналу управления. И это и есть то, что потом раскроется в тайном учении, в учении управления Богом этого мира. То есть мы единственный народ, кто получил эту полноту знания о всем, как Бог управляет этим миром, и как Он проявляет себя в этом мире, и в структуре управления Его, как Он управляет всеми мирами в целом. Мы единственный народ, кто получил эту полноту знания. И эта полнота знания, которая еще потом, дальше, мы говорим просто сейчас о выходе из Гипта, еще раз я говорю, она закончится получением Торы, но это не праздник Песах, это праздник Шовод, к которому мы сейчас идем, и он будет шестого Сивана. Мы получим Тору, но пока мы говорим о выходе из Гипта, так вот, выход из Гипта, он именно характеризовался этими двумя аспектами. Благодаря тому, что мы родились как народ, выполняя волю Бога, а потом мы приобрели полноту знания о Боге, мы стали с Богом самым близким из народов, которые есть. И это частично объясняет, что такое избранный. Избранный — это конкретные вещи, это мы взяли на себя выполнение заповедей, и мы получили полноту знаний о Боге. Это и есть близость, по сути, потому что что такое близость? Это когда какие люди считаются близкими? Это люди, которые стремятся узнать о друг друге, стремятся помочь друг другу, выполнить то, что хочет другой человек. И они считаются близкими. Так вот, так мы и со Всевышним, мы, стремясь выполнить Его волю, то, что Он хочет, и узнать о Нем во всей полноте, мы становимся Ему близкими. И эта близость, она важна, она ценна. Эта близость с Богом — это те взаимоотношения с высшим разумом, высшей силой, высшей энергии, которая помогает, которая поддерживает, которая всячески сопровождает тебя в этой жизни. И это разговор еще до того, как мы говорим о том, что нас ждет в будущем мире, о том, что мы каждый займем какую-то ступень, которую мы заработали в этом мире, ступень той близости к Богу, и это будет уже навечно. Это мы будем находиться на определенной ступени, и мы все желаем людям, которые ушли из этого мира душам, чтобы не ля-лю-ни-шмат, чтобы души поднимались. Только мы можем им помочь подняться в заслугу наших занятий Торы, взятия на себя дополнительных митцвот, в заслугу того, чтобы они поднимались, иначе сами они подняться не могут, находятся на каком-то определенном уровне. Но это разговор еще до этого, разговор практически сейчас, о том, что сейчас тому, кто близкий, Бог стремится помочь, выполнять заповеди, учить Тору, помогать ближним. Он стремится помочь тем, кто близок ему. И вот эту близость, ее важно застегнуть самому и сохранить для своих детей, для своих внуков, и чтобы они сохранили еврейство, и сохранили эту близость с Богом, сохранили то отношение с Богом, отношение с царем царей, которое позволяет жить совсем с другим ощущением, с другой наполненностью, с другим смыслом. Хочу пожелать всем браха в и от слаха, богословения и успеха. И, конечно, остаемся и дальше в поисках смысла. Субтитры создавал DimaTorzok